В эфире информационная программа День города. В студии Алена Куколева. Здравствуйте! Вот некоторые темы этого выпуска. Жители дома на улице Островского нуждаются в противогазах. В подвале дома прорвало канализацию. В Рязани стартовал чемпионат вооруженных сил по боксу. И в вузах в разгаре приемная кампания. Рязанцы продолжают жаловаться на отключение воды. На этот раз с проблемой столкнулись жители Дашковой песочни. Еле теплая вода вместо горячей и ее отключение вовсе, без предупреждения. По их словам, здесь не редкость. Ну, бывает на сутки, бывает на полсуток. После планового отключения два раза у нас не было воды. Бывает, сначала идет холодная, потом теплая, а потом уже горячая. Плановое отключение воды здесь уже завершено, а вот ремонтные работы на аварийных участках ведутся постоянно. А вот же сам дома на улице Островского срочно требуются противогазы. Из-за неисправной канализации в подвале скапливаются стоки. Зловоние с подвала распространяется по квартирам и отравляет жизнь людей. Валерий Седов разбирался в проблеме. Вот уже шесть лет подряд жители дома 32 Корпус 2 по улице Островского не могут спокойно войти в свой подъезд. Это повседневное действие осложняется тем, что на цокольном этаже постоянно пробивает канализацию. Войти в подъезд невозможно не только из-за отвратительного запаха, но и из-за нечистот, который выносит водой, не давая даже дойти до лестницы. Это фото сделано в среду 12 июля, когда ситуация достигла своего апогея. На цокольном этаже уровень воды, в котором плавало содержимое канализационных труб, достигал нескольких сантиметров. В тот же день сотрудники водоканала вычистили подъезд, но к трубам так никто и не прикоснулся. Елена, жительница дома, говорит, что такое происходит постоянно. Специальные службы только откачивают нечистоты, но не более. Без резиновых сапог в сам подвал спуститься невозможно. Жильцы уже не раз обращались в управляющую компанию. К сожалению, никакой пользы это не принесло. На все просьбы один ответ – денег нет. Да, они пытались поменять за нас счет. Я говорю, а за что мы тогда платим капремонт? Деньги платим мы не маленькие. Но никто ничего делать не хочет. У нас маленькие дети, постоянно болеют, постоянно боличные. По словам самих жильцов, директор ЖЭУ людям помогать не торопится. Обращались и в другие инстанции. Тщетно. Либо бросают трубку, либо там звонишь – не берут трубку. Либо возьмут и опять же так же говорят. Только вы одна звоните, больше никто не жалует, только вот так хочется, что вы одна там плаваете. До сих пор цокольный этаж только чистят. Иногда и во вред придомовой территории. Ольга Андреанова рассказала, что рабочие в огребании чистоты полностью залили красивый сад. Теперь у дома цветов больше не сажают. Но у рабочих, которые практически каждую неделю приезжают в злополучный дом, есть свое объяснение. Сейчас в старых трубах коренья идут из-под земли. Они чуть застряли, любая тряпка, любая, ну все, что угодно может застрять. И все, она застряла, продержала. А приехали, шернули тросиком, маленькая дырочка пошла. А через нее чуть-чуть прошло, прошло и все. Раз, и потом, дядя стоял. Или трубы надо менять, или полностью надо канализаться. Короче, из дома мы соберем начать. Рабочие говорят, что при чистке труб не раз доставали оттуда подгузники и средства личной гигиены. Они ссылаются на то, что в других подъездах такой плачевной ситуации нет. Хотя идею того, что трубы надо менять, они полностью поддерживают. К тому же появилась новая проблема. Из-за частых протечек канализационных труб фундамент дома стал размывать. У нас лестница уже рушилась, уже ремонтировали, приходили. То есть провал лестницы был, который на первый этаж ведет. Был провал лестницы. Мы перешагивали, перепрыгивали, детей переносили на колясках. Пришли, подделали. Подъезд, он весь тоже рушится, вся штукатурка, все падает. Ситуация не меняется на протяжении шести лет. Почти каждую неделю заливает сокольный этаж. И службы города на это никак не реагируют. Мы будем следить за развитием событий. Смертельный ДТП, произошедший в среду в Путятинском районе, спровоцировал пенсионер. По предварительным данным, 82-летний житель столицы, управляя автомобилем Митсубиси, выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с двигающимся во встречном направлении автомобилем Хонда. В результате происшествия от полученных травм скончалась женщина и пассажир. Водители с полученными травмами были доставлены в больницу. В Рязани проходит чемпионат вооруженных сил страны по боксу на призы Героя Российской Федерации генерал-полковника Владимира Шаманова. В воздушно-десантное училище для участия съехались около 100 боксеров, представляющих различные войска. Открытие соревнований состоялось 12 июля. На нем побывала Ирина Ковалева. Чемпионат вооруженных сил по боксу уже в четвертый раз проходит на базе Рязанского высшего воздушно-десантного училища имени генерала армии Маргелова. В этом году в нем примут участие 110 спортсменов практически со всех военных округов страны. Здесь собрались лучшие военнослужащие различных родов войск. Однако десантников все же подавляющее большинство. Рязань представит порядка 30 спортсменов. Предыдущим командующим Шаманом Владимиром Анатольевичем была поставлена задача перед ВДВ выступить на Олимпийских играх в Токио. Сейчас потихонечку мы идем, выполняем эту задачу. Ну, уровень соревнований вы сами уже будете смотреть и видеть. Из 110 участников 70 мастеров спорта, 8 мастеров международного класса. Церемония открытия традиционно началась с парада участников. После чего гостей поприветствовали начальник Рязанского высшего воздушно-десантного училища генерал-майор Анатолий Концевой и министр молодежной политики, физической культуры и спорта Татьяна Пыжонкова, которые пожелали спортсменам удачи в достижении результатов. Гостей чемпионата по старинному русскому обычаю угостили хлебом с солью, после чего они смогли увидеть знаменитые показательные выступления десантников. Почетным гостем чемпионата стал главный тренер мужской сборной России по боксу Эдуард Кравцов. В своем интервью нашей телекомпании он отметил, что последний чемпионат Европы по боксу показал, что российская сборная находится не в лучшем состоянии. Так что сейчас ведется усиленная работа по изменению ситуации и не последнюю роль в этом может сыграть армейский бокс. Именно он, по словам Эдуарда Кравцова, был и остается золотым резервом сборной национальной команды. Великие боксеры вышли из армейского бокса. Поэтому мы уделяем большое внимание развитию бокса в армии как военно-прикладного вида спорта и с прицелом на то, что мы будем черпать отсюда талантливых боксеров, которые будут достойно представлять нашу страну в дальнейшем. В день открытия прошло всего семь боев. Это предварительные отборочные бои, по результатам которых спортсмены попадут в четверть финала. Ну а сам чемпионат вооруженных сил Российской Федерации является отборным перед чемпионатом России по боксу. Кроме того, он является турниром класса А. Победитель получает звание мастер спорта. Соревнования будут проходить на протяжении пяти дней. Финал состоится в воскресенье, 16 июля. В этот день соревнования посетит большое количество почетных гостей, в том числе и сам Владимир Шаманов, который и наградит победителей. В Рязани стартовало первенство Центрального федерального округа по стрельбе из лука. Соревнования проводятся на лучно-арбалетном стрельбище в торговом городке. Рязань уже в третий раз принимает соревнования. В этом году рекордное количество спортсменов из 12 регионов, в том числе из Ямала-Ненецкого округа, Чувашия и Смоленска. На торжественном открытии звание мастера спорта получила рязанская спортсменка. Каждая для себя ставит определенные цели. Многие хотят олимпийскую медаль. И вот рвение, ну а чтобы была олимпийская медаль, нужно очень много работать. И как бы это и заставляет постоянно тренироваться. Мы хотели бы из лука? Конечно. В программе первенства ЦФО стрельба из блочного лука на 50 метров. Из классического участники стреляют на олимпийскую дистанцию 70 метров. Стрельба из лука, скажем так, наверное, единственный вид спорта, где спортсмены сами определяют достоинство своих пробоин и в записи результатов судьи не участвуют. Спортсмены по 4 человека на щите находятся с разных регионов, с разных команд. И контроль записи результатов производят сами спортсмены. Мы спросили у спортсменов, что в стрельбе из лука важнее – хорошая физподготовка или меткость? Стабильность. То есть попадание, у нас есть такое определенное, как кучность у пылевиков, стрелков, вообще кучность. То есть если ты делаешь одинаковое, попадаешь кучно. Попадаешь кучно, поправил прицел – хороший результат. Это пара спортсмены из Чуваша. Стрельба из лука стала для них не только занятием, но и судьбой. Они познакомились на тренировке, на соревнования приезжают уже как супруги. Когда кто-то один начинает что-то себе придумывать, плохо стреляет, и сразу на другом тоже сказывается. Какая-то такая тенденция странная. Стрельба из лука, безусловно, зрелищный и красивый вид спорта. При этом, говорят спортсмены, имеет свои особенности. Если мы поднимаем руку, мы привыкли поднимать вместе с лопаткой, поднимать плечевой сустав. Когда мы в стрельбе поднимаем руку, мы работаем только дельтовидной мышцей, не включаем трапециевидную. Но это достаточно сложно, если вы не пробовали, не умеете. Соревнования завершатся в пятницу. Для рязанцев главная задача – успешно пройти отбор на чемпионат и первенство России. Приемная кампания в самом разгаре. Для тех, кто не определился, кем быть. Времени не так много. Для тех, кто сдавал единый госэкзамен, крайний срок – 26 июля. Приемная кампания для абитуриентов близится к своему завершению. Самый главный вопрос для ребят – куда же пойти учиться и как правильно выбрать вуз. До конца кампании осталось совсем немного, а между тем университеты города Рязани постепенно подводят итоги. Так, например, в Рязанский медицинский университет за время набора студентов было подано свыше 6 тысяч заявлений. На 12 июля у нас уже подано 6134 заявления. Мы продолжаем набор абитуриентов до 26 июля с результатами ЕГЭ. У нас программа развития. Новые абитуриенты, которые набрали больше 270 баллов, с 1 сентября будут получать повышенную стипендию. Прием документов в медицинском университете имени академика Павлова все еще идет. Желающих поступить в один из лучших университетов очень много. Почему именно медицинский университет? С детства мечтала быть врачом. Ну, потому что лечить людей – это логое дело. Каждый человек должен степиться к благим делам. Нравится, спасибо этим, лечить. В Рязанском радиотехническом университете приемная кампания также подходит к концу. По словам ответственного секретаря приемной комиссии, разница в количестве поданных заявлений между годом прошлым и годом нынешним невелика. В этом году у нас достаточно много бюджетных мест на технические специальности, более 650. Достаточно много мест выделено для предприятий оборонно-промышленного комплекса. То есть люди, поступающие к нам на данные целевые места, будут в дальнейшем обеспечены работой по специальности на развивающихся предприятиях в Рязани и соседних областей. Наибольшей популярностью пользуются такие специальности, как компьютерная безопасность, информационная безопасность и другие специальности, связанные с информационными технологиями. К слову, в Рязанские вузы стремятся поступить не только абитуриенты других регионов страны. Документы подают даже граждане иностранных государств. Почему выбрал именно Рязанские радиотехники? Я выбрал радиотехники в Рязани, потому что у них есть сначала хороший стамбль. А здесь в радиотехнике я могу учиться и заниматься спортом. Прием документов в ВУЗу продлится до 26 июля. После этого абитуриентам останется только ждать результатов вступительных экзаменов или ответа из университета. Уже 3 августа вступит в силу приказ о зачислении и с 1 сентября 2017 года новоиспеченные студенты начнут изучать выбранное ими направление. Лето – горячая пора для полицейских. Ведь именно сейчас, когда жители города разъезжаются в отпуска, а выходные предпочитают проводить за городом, наступает пора квартирных краж. Найти злоумышленников зачастую бывает довольно сложно. Именно поэтому сотрудники полиции работают над тем, чтобы предупредить подобные преступления. За 6 месяцев текущего года на территории Рязани зарегистрировано более 60 квартирных краж. Казалось бы, не такая значительная цифра в масштабах города. Однако теплая погода только начала устанавливаться, а это значит, что рязанцы больше времени будут проводить за городом. Понимают это и злоумышленники, которые прежде чем совершить преступление, проводят разведку, пытаясь выяснить, проживает ли кто-то в квартире. Зачастую злоумышленники оставляют так называемые маячки. Ими могут быть рекламные флайеры, сложенные листки бумаги или даже спички. Если вы заметили такую закладку в своей двери или в двери вашего соседа, будьте бдительны и уберите ее. Возможно, тем самым вы нарушите планы злоумышленников. Вообще бдительность граждан играет далеко не последнюю роль в предотвращении квартирных краж. Именно поэтому профилактические беседы с жителями вверенного ему участка Алексей Цыбизов старается проводить как можно чаще. Здравствуйте, я ваш участковый. Как правило, в летний период времени, в большинстве случаев квартирных краж, поэтому я вас еще раз подтверждаю, если вы уезжаете на выходные, либо на длительное время уезжаете в свои квартиры, не приняйтесь с соседями, чтобы они в квартире до вашей квартиры. Старайтесь закрыть, не верить, замок проверить. Также не лишним будет попросить соседей или родственников, чтобы те периодически забирали корреспонденцию, ведь переполненный почтовый ящик – первый признак того, что хозяева долгое время отсутствуют. Ну и, конечно, не жалейте денег на качественные двери и замки. Дверь можно вскрыть любую, но просто чем у двери больше степени защиты, тем больше времени уйдет на ее вскрытие. Соответственно, тем сложнее ее будет вскрыть и будут различные шумы, и соседи могут это услышать, выйти и спугнуть тем самым квартирный увор. Если у вас есть возможность, установите в квартире сигнализацию. Камеры видеонаблюдения, находящиеся в подъезде, также могут спугнуть злоумышленников. Ну и, конечно, не последнюю роль в предотвращении квартирных краш играет бдительность граждан. Незнакомые люди в подъезде или подозрительные шумы из квартиры соседей, которые уехали в отпуск, должны вас насторожить. Но пытаться разобраться в ситуации самостоятельно не стоит. Немедленно звоните в правоохранительные органы. Рязанцев пригласили на фестиваль «Малины». Он пройдет в субботу, 15 июля, в селе Новоселки Рыбновского района. Уже во второй раз праздник попадает в национальный календарь событий России, в раздел «Лучшие события года». В этот раз организаторы делают ставку на гастрономические мастер-классы, а их будет немало. Самое главное, что несмотря на дождливую погоду, символ праздника все-таки созрел. Успокоили организаторы, а значит празднику быть. Почетные гости раскроют секреты выращивания самой крупной и самой сладкой малины. На фестиваль привезут редкие малиновые сорта. Шеф-повара ведущих ресторанов города дадут мастер-классы по приготовлению блюд из малины. Для гостей также организуют конкурсы, игры, выступления музыкальных коллективов и лекцию. На гастрономический фестиваль обещал приехать известный телеведущий Леонид Якубович. Фестиваль «Малина» проводят в Рязанской области ежегодно. В прошлый раз он собрал около пяти тысяч гостей. Организаторы обещают пустить дополнительный транспорт к месту проведения праздника. Автобусы будут отправляться с Прёкского автовокзала. Резьба по кости с древних времен считалась исконно русским искусством. Развивалась она главным образом на севере. В частности, один из центров располагается по сей день вблизи Архангельска, в Холмогорах. Познакомиться с работами известных мастеров древнего костерезного центра сегодня можно и в Рязани. Где именно, расскажет Ирина Ковалева. Шкатулки, кубки, иконы и даже шахматы. Удивительно, но всё это сделано из кости в одном из центров костерезного мастерства, который расположился вблизи Архангельска. Более 400 лет назад в Холмогорах сформировался древний народный промысел художественной резьбы по кости. Появление и развитие костерезного мастерства именно в этих местах было не случайным. В Архангельской губернии на побережье Ледовитого океана в вечной мерзлоте часто находили ископаемую голубую кость – бивни мамонтов. Именно наличие богатых запасов этого материала, близость торговых путей и богатая художественная культура Русского Севера создали все условия для развития костерезного искусства, которое процветает и по сей день. Выставка из фондов Государственного музейного объединения «Художественная культура Русского Севера» – лучшее тому доказательство. Наше собрание – одно из редких в России по своему составу. Мы представляем современную художественную резьбу по кости XX-XXI века. Ни один российский музей, государственный музей, не обладает такой богатой коллекцией, как Архангельский музей. И представлено в ней более тысячи предметов. К нам в Рязани из Архангельска приехали только авторские работы, причем многие из них созданы мастерами из одной семьи. Такая преемственность является характерной для Холмогорского центра, ведь издревле секреты этого мастерства передаются из поколения в поколение. На выставке «Холмогорская резьба по кости» представлены как предметы традиционные для этого искусства. Это иконы, шкатулки, кубки и вазы, так и сравнительно недавно появившиеся в арсенале мастеров. К ним можно отнести женские украшения, мужские аксессуары, курительные трубки, пороховницы, ножи для резки бумаги. Все эти экспонаты, вне зависимости от их функционального назначения, поражают своим изяществом и легкостью. Кажется, что это тончайшее кружево, принявшее форму вазы, кубка или шкатулки. Однако все это кость. Иногда это бивни мамонта, слона, зубка шелота, а иногда кости простых животных, например, коров. Именно с этим материалом работает мастер Александр Гурьев, чьи работы также можно увидеть на экспозиции. Коровья кость более ломкая и хрупкая, но, несмотря на это, мастеру удается создавать удивительные предметы с исконно северным колоритом. Эти все предметы, они собраны из маленьких пластинок. На предмете они не видны, но в этом и заключается искусство мастера, чтобы его работа, очень тяжелая, ручная работа, не была видна на предмете, а была видна уже по его художественным воплощениям, его идеям. Выставка «Холмогорская резьба по кости» обменная. Сейчас жители Архангельска знакомятся со скопинской керамикой. Ну а рязанцы с удивительными работами из кости смогут любоваться на протяжении всего лета. Экспозиция работает в певческом корпусе Рязанского Кремля. И на этом у меня все. Я напомню, что все новости вы также можете увидеть на нашем сайте. Я прощаюсь с вами до завтра и желаю вам хорошего продолжения дня. Это случилось! Обвал ипотечных ставок! Квартиры за 5,6% годовых! Только в компании «Зеленый сад» совместно со Сбербанком России и Рязанским ипотечным фондом. Всегда хотел свой дом. Так, чтобы недалеко от города, в красивом месте, с живой природой и чистым воздухом. Я нашел его. Построил дом. Удобный, просторный. Рядом охота, рыбалка, грибы. Друзья ко мне часто приезжают. Есть чем заняться. Говорят, хорошо тут у тебя. А я и сам знаю. Все, что нужно мне и моей семье, все здесь, все рядом. В коттеджном поселке Караси. А где живешь ты? Субтитры сделал DimaTorzok